Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля принести свободу во все сферы нашей жизни. Сила страсти Знаете, сегодня я буду говорить, продолжая тему, сила страсти, да, мы об этом говорили, но у нас были разные события, поэтому мы не дошли до финала. И сегодня я хочу поговорить, почему человек остывает духовно, почему он теряет страсть к Богу, страсть к жизни. Мы должны хорошо знать своего врага или противника, поэтому я назвал эту проповедь противники страсти. И когда я говорю слово страсть, я говорю, это страсть по Богу, аллилуйя. Это страсть по Божьей воле, это страсть по Божьей церкви, это страсть по Божьим делам, потому что вы знаете, что есть и греховные страсти, да, и плохие страсти, но само слово страсть, это говорит о том, что что-то захватывает тебя очень сильно. Ты не будешь равнодушным и безразличным и теплым, если в тебе горит страсть. Знаете, есть страстные грешники, и они горят просто своей страстью, этой греховной страстью, их тоже ничего не останавливает, их не пугает там ни законы, ни полиция, ни тюрьма, да, и они совершают преступление, потому что у них есть своя греховная страсть. И дьявол использует страсть в человеке. Почему? Потому что когда человек чем-то захвачен, чем-то увлечен, он совершает какие-то вещи, которые он не совершает в таком состоянии. Поэтому враг знает, и больше всего, конечно, он боится горячих верующих. Горящих верующих, которые, как написано, пламенеют духом. И поэтому Бог, Он говорит, что если ты будешь пламенеть духом, то ты не ослабеешь в усердии, ты не остановишься, ты не сдашься, ты не потерпишь поражения. И поэтому мы говорили об этом, что как нам нужно возгревать этот дар, как нам нужно действительно ревновать о страсти по Богу, как нам нужно действительно ходить в этой страсти, потому что для Бога нет ничего более ценного, как человек, который горит этой страстью. Почему он говорил в книге Откровения, что вернись к первой любви или вернись к своей страсти. И для нас, может быть, для людей не все так это очевидно, но для Бога очень очевидно, что происходит внутри нас. Он знает, у кого какие проблемы. Ты пришел, что у тебя в голове там? У кого-то тараканы, у кого-то мыши, у кого-то еще там. Я шучу, конечно. Он знает, с чем ты борешься. Он знает, что происходит с тобой. Понимаешь? И Бог, Он, конечно же, хочет дать тебе победу, но дьявол, Он заинтересован в твоем поражении. Он пришел украсть, убить и погубить, ты это знаешь. И Он не прекращает тоже заниматься этой работой. Это Его призвание воровать, убивать и губить. Но Бог сказал, Я пришел, чтобы вы имели жизнь, божественную жизнь, которая будет с избытком. Это не материальная жизнь, о чем говорил Иисус, да? Что Я пришел, чтобы вы имели жизнь, жизнь с избытком. Он говорил, это о божественной жизни. То есть это сила воскресения, это сила веры. Это сам Бог, который в нас. Почему в Ефесянам написано, что да, вы еще не увидели. Пусть ваши глаза откроются, какая великая сила есть в вас. Какая возможность есть в вас. Потому что сам Бог теперь живет внутри, а мы Его храм. Аллилуйя. И поэтому в глазах Бога, в глазах Бога, вот эта страсть, это самое главное. Почему Он говорил, это хорошо, это хорошо. Да, помните, Он говорил в Ефесской церкви, такой церкви. Там было семь церквей. Каждая церкви Он говорил, что хорошо и что плохо. Но мы берем и видим, что самое главное, на что Он делал акценты. Он говорил, это акцент, чтобы в твоей жизни было страсть. Чтобы ты не был теплым. Потому что если ты будешь теплым, ты погибнешь. Не спи, говорится, ты замерзнешь. Поэтому для Бога не просто важно, что вот я пришел, я вот сел, и слава Богу, я такой хороший, я сижу здесь, там, а не в кабаке где-то. Я сижу здесь, даже если я смотрю свой телефон и читаю, там, что мне нравится, но я типа все равно здесь. Знаешь, вот люди, они всегда почему-то думают, что вот как-то Бога можно обмануть, что перед Богом можно лицемерить, перед Богом можно придуриваться, прикидываться. Но ты знаешь, в том-то и дело, что наш Бог, Он все знает, все, Он всезнающий. Это не для того, чтобы тебя напугать, о, Господи, я забыл, что ты Бог, ой, я забыл, что я пришел в церковь, ой, я забыл, что я перед глазами Бога. Ну, конечно, ты иногда и забываешь, но Бог нам напоминает, говорят все-таки, я Бог, аллилуйя, я самый главный. И не забывай, что ты в семье самого главного, это прекрасно. Причем, Он самый главный в чем? В самом лучшем. Самый главный в любви, самый главный в доброте, самый главный в прощении, самый главный в милосердии. Все лучшее оно в Боге. Аллилуйя! И когда ты понимаешь, что у тебя такой замечательный, прекрасный Бог, и Он хочет тебе тоже замечательного и лучшего, ты понимаешь, что всегда есть тот, кто будет этому противиться. Всегда есть противники, да, и Библия говорит, что да, ваш противник дьявол. И мы не должны забывать, что духовный мир, он реален. Иногда ты сидишь и думаешь, где этот духовный мир? Да, внутри тебя духовный мир. В твоей голове, что там происходит в твоей голове, в твоих мыслях, в твоих желаниях. Но ты должен знать, что Бог за тебя. Бог за тебя. Он не для того пришел, чтобы, знаешь, тебя унизить. Он, наоборот, тебя поднял. Он, наоборот, тебя очистил. Он, наоборот, тебя освободил. Но Писание говорит нам, чтобы мы не забывали этого, чтобы мы не оставались прежними, но чтобы мы были благодарными Богу и чтобы мы горели для Бога. Аллилуйя. Чтобы воля Бога, планы Бога, они стали для нас главным приоритетом нашей жизни. Потому что человек живет вокруг себя, во всех своих проблемах. Но это такая ограниченность, друзья. Это дьявол, он садит человека в эту тюрьму, в своего эго, в своей ограниченности. Потому что кроме себя он ничего не видит. Кроме себя он ничего не замечает. Но когда Бог тебя поднимает, да, говорит, смирись под крепкую руку Бога, я подниму тебя. Оказывается, мир-то какой огромный. Оказывается, мир можно менять силой Бога и Словом Божьим. Аллилуйя. И Бог меняет твою самооценку, потому что когда ты был неверующий, у тебя была либо завышенная самооценка, ты был горделивый, думал ты лучше всех, был надменным. Либо, наоборот, ты был такой униженный, оскорбленный, что ты говорил, я никто, я ничто, и звать меня никак. Но, знаешь, когда Бог приходит в нашу жизнь, Он восстанавливает твое настоящее «я». Какой ты настоящий! Слава Богу! Бог говорит, вот мое творение, вот какой ты должен быть настоящим. И это настоящее делает тебя действительно настоящим. Слава Богу! И поэтому, когда Господь смотрит на нас, на свою церковь, на свой народ, Он, конечно, делает нам какие-то наставления, делает какие-то замечания. Почему? Потому что Он это делает из любви, и Он желает, чтобы твоя жизнь, она не только сама сияла, но она и другим помогала. Аллилуйя! И другие могли увидеть славу Божью в твоей жизни. Поэтому Бога не безразлично, о чем ты думаешь, куда ты стремишься, какие у тебя планы, какие у тебя желания. Но Бог всегда говорит, я хочу, чтобы ты сделал меня главным в своей жизни. Аллилуйя! Чтобы Бог был на престоле твоего сердца. Потому что по-другому, Бог говорит, ничего не получается, потому что это есть мироустройство. Бог так устроил мир. Почему я говорю, что Бог главный? Потому что люди часто говорят, о, у меня главное – это проблема, у меня главное – это работа, у меня главное – нет, это ничего не главное. Это все временно, это второстепенно, третистепенно, я не знаю, в какой степени. Самое главное – это Бог. Аллилуйя! Когда Бог становится самым главным, только тогда приходит порядок в твою жизнь. Знаешь, если мы не сделаем Бога Богом в своей жизни, у нас ничего не поменяется. Ты будешь играть в религию, ты будешь что-то там делать, ты будешь делать вид чего-то, что ты даже делаешь. Но пока Бог не станет Богом, не придут Божьи перемены. И поэтому потеря страсти, потеря любви, она происходит, когда Бог как бы потихоньку смещается с пьедестала. И что-то, кто-то другой начинает занимать его место. Поэтому человек теплеет, слабеет, остывает, останавливается. И в конце концов он погибает. Потому что Иисус сказал, я есть жизнь. Я есть жизнь. Мы говорим, о, моя жизнь семья может быть, моя жизнь работа, моя жизнь карьера. Но апостол Павел сказал, для меня жизнь Христос. Вот пока мы не скажем, кто для меня жизнь, что для меня жизнь. Жизнь это для меня Христос. И тогда он говорит, и смерть приобретение. Потому что когда для тебя жизнь Христос, тогда ты знаешь, за что ты и не побоишься умереть. И что для тебя значит тогда вообще жизнь. аллилуйя и так я напомню несколько стихов и мы пойдем дальше и я хочу прочитать вот послание к ладикийской церкви где он говорит но как ты теплый они горяч и не ходил один то извергну тебя из уст мои очень известное выражение думаю знают все и теплые холодные горячие всякие разные другие не знают это выражение но почему почему мы его снова и снова напоминаем почему потому что это взгляд иисуса на человека на его жизнь он смотрит и ты знаешь вот у нас я заходил там мере температуру бог так зовут уж не температуру мерит о этот теплый о этот холодный о этот горячий да или нет он говорит что но как ты теплый то есть он замерил температуру и он говорит у тебя такая температура слабовато слабовато ты такой слабенький такой хиленький такой вот никакой да и что он говорит эта температура которую я не терплю да я говорит что сделаю я выплюну тебя я извергну тебя почему он сказал что у него такая плохая температура он нездоров да то есть мы говорим это температура здорового человека а это температура не здорово то есть эта температура духовно нездорового человека будем так говорить хорошо аминь почему как он понял что этот человек нездоров ибо ты говоришь я богат разбогател знаете многие люди конечно не хотят разбогатеть они были всегда бедными они были нищим у них ничего не было и вдруг у них что-то начинает появляться и они другат вот эта жизнь вот это да вот это самое главное сейчас я разбогател мне там стало там на столько-то денег больше я такую значимость стал переживать что я такой важный стал такой ценный ну сколько ты стонешь стоишь да сколько стоят твои ботинки там сколько стоит у тебя вот это сколько у тебя сколько а бог а сколько ты стоишь да и здесь человек определял свое богатство не свою жизнь во христе а каким-то финансовым состоянием да то есть у него ничего не было у него что-то появилось мир слава богу меня бог благословил там то-то и то-то играть я богат я разбогател уже ни в чем не имея нужды у меня полный холодильник я уже не хожу пешком у меня не одни ботинки у меня уже пять пар ботинок и так далее и и так далее то и а суть какая он говорит я в чем не имею нужды я не имей нужды в боге вот вот какой был диагноз как бы бог мне уже не нужен да когда-то мне был нужен бог я был нищий я был голодный у меня ничего не было я был больной я бежал богу на собрание там я хотел бы это просто страсть горела и ты знаешь эта страсть потухла чем какими-то материальными вещами вот пока у меня ничего не было я как-то был таким жаждущим но он говорит да а когда мне все появился как-то уже такую успокоился и стал таким самодовольным да это такое самодовольство мне бог уже никак бы и не нужен потому что раньше он не был нужен да у меня ничего не было мне да а сейчас он не дал зачем он теперь мне нужен да но что он говорит они знают что ты несчастный вот ты понимаешь вот когда у нас вот гаснет страсть по богу бога ты опять стал несчастным вот когда-то был неверующим ты был несчастный и ты снова стал несчастным вот как ты скажешь я стал несчастно а все в тебе погас этот огонь погасла эта страсть все ты потеплел ты сказал мне уже так бог не нужен меня уже все есть как бы знаешь я говорю часто мы думаем что бог это наш завсклад он нам все выдал что нам нужно было мне нужно было вот это вот это вот это все я получил на складе все тушенку сгью сгущенку и маленькую поросенку и у меня все есть как бы все мне зав склад не нужен ни в чем не имея нужды и это говорит о том что человек не понял самого главного что бог это как воздух аллилуйя мы им живем и движемся и существуем если нет воздуха ты все умираешь потому что мы созданы богом и созданы для бога вытащи рыбу из воды долго ли она проживет скажу что я рыбу у меня все есть но знаешь если она будет в другой среде она быстро погибнет и поэтому грида ты стал снова несчастным ты думаешь ты такой прямо у тебя все замечательно а я вижу ты стал жалкий и на самом деле ты нищий почему потому что ты перестал искать меня ты перестал жаждать меня ты перестал радоваться присутствию бога откровением ты перестал радоваться служением ты превратился в несчастного человека бог не жалко смотреть на тебя а самое главное что ты поглупел если ты когда был бедным голодным там больным ты понимал тебе нужен бог то когда ты наелся разжирел и все у тебя есть лишь бог мне уже не нужен и это делает тебя действительно несчастным несчастным жалким каким нищим слепым голым представляешь человек думать я такой холеный разодет у меня есть то у меня а бог смотрит оборванец голодранец голый несчастный жалкий где плакать хочется тебя вижу а ты этого не видишь если я этого не вижу я в зеркало подскажу но я молодец я молодец придавая тебе мазь выпишу да там дальше написано те мази дам помазаться посмотреть чтобы ты увидел аллилуйя ох аллилуйя глазную мази мази намазать и что он почему он это говорит друзья он говорит кого люблю тех обличаю наказываю кого люблю бог говорит это из любви понимая чтобы мы понимали что когда бог нам что-то говорит и нам не нравится он где я это делаю из любви из любви из любви с вами на это и так будь ревности и покайся будь каким и так он подводит итог это что тебе нужно тебе нужна ревность тебе нужна страсть тебе нужен огонь аллилуйя и так говорит вот таким будь вот вот почему это все говорилось 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 и в конце что тебе надо какой выход это ревность по богу это страсть по богу аллилуйя слава богу поэтому время от времени бог проверяет нашу духовную температуру и он говорит да друг мой ты молодец тебя все хорошо ты горишь молодец огонь жги дальше зажигать других двигайся а другому это нет смотрю ты остываешь охладеваешь уже тебя не радует служение тебя радует уже не начало служения а конец служения что она уже закончилась и слава богу я уже домой пошел понимаешь тебе все поменялось все преобразилось раньше радовался когда о там конференция будет алилуйя там побыстрее бы а сейчас туда опять конференция будет хотя и давно не было но некогда чё за мне эта конференция да это значит надо ходить больше надо опять там туда понимаешь насколько бога ты можешь быстро поменяться в плохую сторону но но бог дает нам всем шанс он дает шанс своей церкви слава богу я люблю тебя я люблю тебя и поэтому будь ревностным аминь будь ревностным будь ревностным слава богу потому что когда ты останавливаешься ты постепенно не просто теплеешь ты умираешь ты умираешь потому что знаешь как кто-то сказал великий человек очень чем меньше делаешь тем меньше хочется да великий человек сказал вы это тоже наверно понимаете чем меньше делаешься меньше хочется правда вот поэтому бог не надо останавливаться надо продолжать двигаться слава богу вы знаете мы мы вспоминали давида мы немножко только начали эту часть и не успели пройти но почему давид остановился помните Когда цари пошли в походы, то Давид уже никакой поход идти не хотел, он остался на крыше своего дома, он там спал, спал целый день, к вечеру только проснулся. Где этот Давид, который говорил, я от ранней зари ищу тебя и так далее. Что с ним произошло, что, да? Поменялись ценности, что-то он стал богатый, он стал довольный, у него все есть. Это как будто, вы знаете, обращение к Давиду того времени, не к тому пастушку, который жаждал, который горел, который говорит, «Я льва и медведя, и того, и сего, и Голиафа, Господь, что не скажешь, я все сделаю». И тут уже другой такой Давид, который присыщенный, у него все есть, да, он богат, у него есть это, у него есть царство, у него есть государство, и он уже не хочет, он теряет эту цель, он теряет этот смысл, он теряет эту страсть. Но когда ты отводишь свой взгляд от Бога, твой взгляд на ком-нибудь или на что-нибудь обязательно становится. Почему написано евреям, что мы будем постоянно взирать на Иисуса Христа, начальника совершительной нашей веры? Потому что как только ты перестаешь взирать на Бога, ну, ты же куда-то все равно будешь смотреть, куда-то твоя камера будет обращаться, да? И вот его камера там гуляла-гуляла, бум, и он увидел там женщину, да? Увидел женщину, как будто женщину никогда не видел раньше, но вдруг он ее тут увидел. И все, и начались у него вот эти все, его все падения, да, и кризис веры, и кризис там старшего возраста, или я не знаю чего. Но, короче, он попал в очень такую большую беду. Он так попал, что он даже не видел, что он попал в беду. Потому что когда пришел пророк, он говорит, да, у одного человека там была овечка, которую любил, другой ее украл, там, и что это за человек? О, это негодяй, это плохой человек. Он говорит, это ты! Он такой, ой, Господи, это я. И кажется, как так можно было ослепнуть? Тот ему мазью помазал, да? Это ты, говорит он. И вот тогда только до него дошло. Думаю, а что ты раньше делал? Ты что, не думал, что ты это делаешь неправильно, что делаешь плохо, да? Что это не угодно в глазах Бога, и ты превратился в человека, который угождает Богу, превратился в человека-угодника. Знаете, в Библии есть несколько угодников. Есть богоугодники, есть человека-угодники, есть тревоугодники. Вот такие разные угодники, да? И вот он превратился совершенно в другого человека. И это нам показывает, что не спи, замерзнешь, понимаешь? Потому что каждый думает, о, со мной ничего не произойдет, о, у меня все будет хорошо. Я не такой, как Давид, кстати. Знаете, это вот Давид там, понимаешь ли, вот его там занесло. А я нет, я не такого, меня не занесет, я фары протираю, я смотрю. Но, но, когда ты теплеешь, твои фары закрываются, духовные я имею в виду. Потому что ты теряешь цель, ты теряешь страсть, ты теряешь силу, и ты становишься легкой добычей для врага. Поэтому враг мог его поймать, враг мог его одолеть в этой битве, да? И в этой битве Давид проиграл, к сожалению. И вот поэтому нам Господь напоминает, и Он говорит, что да, это может случиться с каждым. Говорит, если ты стоишь, то смотри, чтобы тебе не упасть. Потому что иногда люди настолько самоуверенные, самодовольные, да, вот это самодовольство и самоуверенность, они идут вместе, да, что у меня все есть, я такой великий, у меня все там, все, все. А на самом деле Он проиграл эту битву, да, и на самом деле Он попал в огромную, в огромную проблему. Поэтому Господь нам говорит, что да, да, ты молодец, но ты всегда должен был молодец, правда? Не то, что когда-то, вот, было время золотое, и вот там они вспоминают, как было золотое время. Бог говорит, и сейчас-то еще время спасения, правда? И сейчас время благоприятное, и сейчас надо идти в эти походы, евангелизировать, достигать людей. Аллилуйя! Поэтому давай, не успокаивайся, не остывай, давай, чтобы вот этот елей, эта страсть, она была в твоей жизни. И если у тебя нет этого горючего, нет этого топлива, то ты прекращаешь двигаться. Ты теряешь цель, и у тебя нет силы двигаться к цели, и ты останавливаешься, и происходит то, что произошло с Давидом. Поэтому это то местописание, когда Господь говорит этой церкви, да, что вы потеплели, вы остановились, и вам уже ничего не нужно. То же произошло и с Давидом, он потеплел, остановился, и он проиграл эту битву. Но апостол Павел, он, знаете, чем он отличался? Он отличался тем, что он всегда был целеустремленным. Он говорил, что, братья, я не почитаю себя достигшим, что я там такой герой, я там такой генерал, у меня там все. Говорит, я не почитаю, вот в том-то и дело. Если мы скажем, что уже ничего не хочу, ничего мне не надо, все, ты останавливаешься. Но Павел, он подсказывает, как он двигался, да, и почему он не совершил ничего такого, да, по сравнению с Давидом. Говорит, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Вот эта цель, которая перед нашими глазами, которую дьявол хочет закрыть и убрать, ты должен видеть эту цель. И как только ты теряешь цель, ты должен подумать, а почему, почему этой цели нету, почему я потерял эту цель? Где эта цель, где эта ревность, да, где этот огонь, где эта страсть, почему я стремлюсь к цели? Он говорит, я стремлюсь, я продолжаю. Это слово, которое Бог напоминает всем нам, потому что каждый человек может столкнуться с этой ситуацией, каждый, абсолютно. Независимо от его уровня, да, духовного, независимо от его позиции, независимо от того, что он сделал для Бога, Бог говорит, все могут с этим столкнуться. Но из нас ни одного здесь нет, как Давид, ни одного, как апостол Павел, пока, может быть, нет. И поэтому мы не можем себе сказать, что, о, Господь, я могу и не бодрствовать, да, я могу и не обращать на это внимание. Нет, Бог говорит, обращай на это внимание, смотри. И следующий момент, да, который тоже приводит к чему? К потере этой страсти. Это когда человек теряет понимание, что воля Божия – это самое главное в его жизни. Это самое главное, потому что когда мы перестаем двигаться воле Божьей, да, мы начинаем двигаться какой воле? Своей. Мы тогда не говорим, что угодно Богу, мы говорим, а это угодно мне, это нравится мне, и поэтому, к сожалению, люди просто перестают даже сравнивать свою жизнь и говорить, а вот то, что я сейчас сделаю, или то, что я собираюсь сделать, это воля Бога для меня или нет? Бог хочет, чтобы я это делал или этого я хочу? И поэтому многие люди, они увлечены собою, своими желаниями, своими целями, своими мечтами, своими планами, и они даже не спрашивают у Бога, это его воля или не его воля. И все это что? Это все приводит к угасанию Божественной страсти. Почему? Потому что появляется человеческая страсть, человеческие желания, человеческие мечты. Они, как говорится, заполняют это место, и человек кажется, да, я все-таки куда-то двигаюсь, я что-то делаю, но вопрос, что ты делаешь, да, что ты, не просто, что ты что-то делаешь, что ты успокоился, как говорится. Но есть, говорит, а я-то не успокоился, я вот что-то делаю, я хочу тое. А вопрос, а кто этого хочет, Бог или ты? Понимаешь? И опять же, если это хотим мы, то мы не сможем идти, знаете, в разных стороны, в сторону Бога и в свою сторону. Никто не может служить двум господам. И поэтому Иисус говорит, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего. Видите, Иисус сам делает акцент на чем? Но исполняющий волю. Это не то, что Он не спасется. Я не буду, знаете, подводить, что, о, значит, все, Он попадет в ад. Ну, в ад не попадет, но есть такое вооружение, спасется как бы как из огня. Вам нравится из огня спасаться? Из огня, кстати, не все даже могут спастись. Потому что из огня это как? Это дом горит, да, все падает, там рушится, балки там, все, дым. Ну, кто-то выбежал, успел выбежать. А кто-то и не успел выбежать. Кто-то задохнулся дымом, на кого-то упал кирпич или там, я не знаю что. Поэтому это не тот путь, которым Бог говорит, что, ну да, ты спасешься, но как бы из огня. Хочешь быть как бы из огня? Все молчат, никто не хочет. Поэтому Он говорит, кто, исполняющий волю Отца Моего. Исполняющий волю Отца Моего. Вообще, Иисус очень серьезно относится к воле Отца. Я говорю из Матфея 7, 21, и Он там объясняет, там многие делали то, многие делали это. Но суть была не просто, что они делали, а суть была в том, делали ли они волю Отца, делали ли они волю Божью. Понимаете? И если мы живем земными ценностями, приоритетами, для нас что воля, что не воля, какая-то там воля, кого-то там воля. Но для Бога, для Бога и для церкви это важно. В какой воле ты? В чьей ты воле? И поэтому Он говорит, тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. То есть, знаете, для нас, может быть, ну ничего, человек как бы там по-своему живет, там по-своему там что-то. Но для Бога Он что говорит? Это человек делает беззаконие. Если он не исполняет волю Божью, он делает беззаконие. Почему? Потому что он остывает, он останавливается, он не идет за Богом, он идет в другом направлении. Вот как грешник, он жил для себя и думал для себя, и все шел в другом направлении. Но когда он покаялся, он вернулся к Богу. А здесь получается снова разворот от Бога, от воли Божьей в свою сторону, в свою волю. И он говорит, отойдите от меня, делающие что? Беззаконие. Поэтому мы, когда о чем-то говорим, мы говорим, а что это с точки зрения Бога? Не с точки зрения человека, не с точки зрения лидера ячейки даже, не с точки зрения вообще кого-то, а с точки зрения Бога. Потому что Бог верховный судья, правда? Тебя не какой-то человек будет там пропускать, не пропускать. О, заходи, нет, ты не зайдешь. А ты мне не нравишься, все, ты мне не нравишься. А что ты мне не нравишься? Ну, морда мне твоя не нравится. Или там еще мне что-то не нравится. Нет, здесь пропускная система другая. исполняет волю Божьей, не исполняет волю Божьей, да? Проходите, не проходите. А что он говорит? Я никогда не знал вас. Вот это страшно, наверное, да? Вот это страшно, когда Господь говорит, Господь, как же, как же, как же, я был записан даже в ячейке там столько-то лет. Знаешь, я тебя не знал. Почему? Ты делал беззаконие. Какое беззаконие? Я уже вообще делаю давно беззаконие страшное. Но ты не исполнял мою волю. Аллилуйя. Поэтому это серьезно, друзья, это серьезно. Это серьезно, потому что мы можем находить себе, так сказать, такое Евангелие, которое ласкает наши ушки. И Писание говорит, что в последнее время будут искать таких учителей даже. Искать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!